В России началась декларационная кампания. Кировчан ждут в налоговой инспекции каждый вторник и четверг на бесплатные семинары по заполнению декларации. Кто должен отчитаться о своих доходах и каким образом? Это можно сделать в нашем следующем сюжете. Традиционно должны отчитаться о доходах индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой. Кроме них, еще плюс обязаны предоставить налоговую декларацию физические лица, это такая основная категория среди всех остальных, физические лица, получившие доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков, транспортных средств и нового имущества, которое принадлежало им на дату продажи менее трех лет. Представить декларацию должны и те, кто сдавал имущество в аренду, а налог с этого дохода не был удержан. Облагаются налогом также некоторые выигрыши, призы, дивиденды. О своих доходах можно отчитаться разными способами. Есть такой старый способ, это как сходить в инспекцию, взять банки бумажные, мы их, кстати, выдаем бесплатно всем, кто пожелает, и, посидев с документами, со своими справками 2НДФЛ, рукой, ручкой заполнить декларацию. Способ старый, но довольно-таки сложный, декларация на нескольких листах, можно запутаться в заполнении в ручном режиме. Для удобства налогоплательщиков разработана специальная программа, которую можно скачать на сайте Федеральной налоговой службы и установить на своем компьютере. Затем нести в документ свои данные. Программа считает все автоматически, указывает на ошибки. Когда декларация будет сформирована, ее нужно распечатать и принести в инспекцию. Те, кто подключены к личному кабинету налогоплательщика, физического лица, у них появилась возможность с 1 января 2014 года заполнить прямо ее там, в личном кабинете, в формате онлайн, и прямо же оттуда отправить ее в инспекцию. Но один нюанс у человека должна быть электронно-цифровая подпись. Получить логин и пароль для подключения к сервису можно в любой налоговой инспекции, а электронную цифровую подпись в удостоверяющих центрах, перечень которых тоже есть на сайте налоговой службы. Напомним, что подать налоговую декларацию необходимо не позднее 30 апреля. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.